Доброе утро тем, кто решил это утро среды провести в спортивном режиме. Это правильно, это мы одобряем. Сегодня у нас в гостях человек, которого я, например, помню в первую очередь как автогонщика, как человек, который выиграл чемпионат России по автомобильному спорту. Сейчас Иван Самарин у нас занимается и спортивным менеджментом, и коучингом, наверное, да, будет правильно говорить. И сегодня поговорим и о том, почему вы, Вань, решили завершить свою спортивную карьеру, а может не решили, может еще вернетесь. Как вы удачно продвигаете карьеру других пилотов, ну и, собственно, чему учите, чего хотите, какие цели перед вами стоят. Иван Самарин у нас в гостях. Теперь вот уже могу вас точно поприветствовать. Доброе утро. Доброе утро. Начнем с вашей, наверное, все-таки спортивной карьеры. Я действительно помню вас как пилота, я помню вас как человека, который выигрывал этап за этапом и, в общем, был таким лидером российского автоспорта, а потом вдруг раз, и смотрю, что вы уже, в общем, решили, хватит ездить. Почему? Ну, на самом деле, это непростое решение было, да, и не целиком как бы напрямую от меня шло, да. Вы, вероятно, помните еще картинг. А есть какие-то пилоты, которые не из картинга приходили, скажите мне, пожалуйста? Есть. Есть много пилотов, которые не имеют профессионального картинга в своей спортивной биографии, да, но это не всегда речь идет о прям сильно профессиональных выступлениях, потому что, безусловно, картинг – это некая школа, где дети становятся взрослее и набираются определенного опыта. Вот. А что касается меня, то после картинга я ездил в российской Формуле-3 и в финской, немецкой Формуле-3, после чего в 2010 году, ну, зимой с 2009 на 2010 год, подписал контракт с определенным менеджерским агентством, которое занялось моей карьерой, и мы начали участвовать в Формуле-2. Отработали… Контракт был на три года, отработали один год, после чего решили приостановить наши договоренности, и, собственно, я начал заниматься дальше сам своей карьерой, после чего поучаствовал снова в некоторых европейских чемпионатах Формулы-3, помогая разным командам совершенствовать машину. Вот. А дальше основали Академию в этическом мастерстве о спорте и о сейфете вместе с моим напарником Сергеем Борисовым. И в рамках этой Академии уже сейчас я тренирую как спортсменов-любителей, так и в основном занимаюсь спортсменами-профессионалами. Вы так долго рассказываете про свою карьеру и про свою спортивную биографию. Лет-то вам совсем немного, вы все успели. Вы вот в этот короткий промежуток времени достаточно большой объем событий вместили. Ну, мог бы успеть и больше, мне кажется. А вы не удовлетворены тем, как закончилась ваша спортивная карьера? Или вы еще предпочитаете говорить о том, что вы вернетесь? Да, я думаю, что она еще не закончилась. Естественно, путь до Формулы-1 уже не так светит, как светил в том же, там, 10-м году. А светил? Вань, скажите, светил? Светил, безусловно. То есть это все могло быть, и мы были достаточно близко. Но, к сожалению, это большие деньги и большие... У вас папы в Калининграде не было владельца завода? Нет. Но это не только в этом суть. Вот. А дальше я думаю, что, может быть, даже в следующем году вы меня где-нибудь увидите за рулем. А, то есть вы возвращаетесь? Ну, такие тенденции происходят почти каждую зиму, да, когда, там, октябрь, ноябрь, да, вот в этот период очень активно решаются судьбы обычных гонщиков. А давайте перечислим все те титулы и все те награды, которые у вас есть, помимо того, что вы чемпион России по автоспорту. Кто вы еще? Ну, пятикратный чемпион России по автоспорту, мастер спорта и вообще... И вообще... Ваня Самарин. И Ваня Самарин, а также пилот команды Формулы-2. Ну, в прошлом, да, в 2010 году. Но это для вас высшая такая, на данный момент, карьерная ступень? Или все-таки, может быть, есть что-то, что вы цените в своей спортивной биографии больше? Ну, Формулы-2 вот этот год был действительно очень интересным. Мне удалось дебютировать в чемпионате мира и добиться весьма неплохих результатов ближе к концу сезона. Очень много чему научиться. Это действительно весьма конкурентный чемпионат на достаточно быстрых машинах. Поэтому, в принципе, это был хороший этап карьеры. А сейчас я очень доволен тем, что за два, по-моему, года или полтора года деятельности как спортивного менеджера меня начинают все больше и больше и серьезнее воспринимать в европейском пуле спортивных менеджеров как серьезного человека. То есть я думаю, что в какой-то момент вы поймете, что да не буду я больше сам садиться за руль. Пусть даже это будет болит Формула-1. Пойду-ка я лучше заниматься карьерой талантливых молодых гонщиков. Или такое не может быть? Не бывает бывших пилотов. Ну вот конкретно в этом году зимой у меня была возможность сесть за руль автомобиля класса GT в этом году и провести полноценный сезон. Но, к сожалению, пришлось от такого предложения отказаться в пользу управления двумя своими молодыми гонщиками. Потому что если бы я выбрал карьеру для себя, ну, продолжение карьеры для себя, это бы означало, что я не могу заниматься своими подопечными. Либо одно не второе, нельзя, да, совмещать? Ну, просто очень много пересечений было. А не скучают руки по рулю? Очень скучают. Особенно, когда смотрю и рассказываю, как едут мои подопечные. Очень хочется иногда с вами указать. Тресно тебе позатовку сказать, сейчас я вам укажу, как это нужно. Откуда у вас такое терпение и вот вдруг взявшееся учительское начало, педагогическое? Ну, как, это же мы не учим, как в школе, да, просто мне всегда в спорте, когда я сам ездил, была очень интересна инженерная составляющая, да, почему машина едет, как она едет, что нужно изменить. То есть вы не просто потребитель, а пользователь, вы действительно разбирающиеся в том, чем занимаетесь. И мне кажется, любой хороший гонщик, он должен очень хорошо знать техническую сторону вопроса и понимать, что нужно поправить в машине и какие агрегаты работают. И именно поэтому я занимался какое-то время, ну, наверное, на протяжении полутора лет развитием российской машины, которая, ну, машины класса Formula 3, которая строила КБ Artline здесь у нас. То есть вы соавтор этого проекта? Не, не соавтор, я как тест-пилот. То есть мы много, да, времени на трассе проводили. Вот, и сейчас, когда я работаю с молодыми ребятами, я, во-первых, могу понять, что он мне рассказывает с точки зрения ощущений, потому что я знаю, как это должно ощущаться. И могу понять, что нужно изменить в машине, чтобы ему легче ехать стало. И я знаю, как должно ощущаться, когда ты правильно едешь. Поэтому тут некий симбиоз, и мне есть, что рассказать молодым. А не прислушиваются или говорят, о, опять пришел учить нас? Ну, как мы, мы же команда, мы все заинтересованы в результате. Поэтому, чтобы был результат, надо работать и слушать. А скажите мне, Вань, вот ваши нынешние подопечные, они хотя бы до какого-то вашего уровня уже научились так управлять автомобилем, болидом, или пока еще учитель лучше учеников? Это сложно сказать, да, потому что, когда ты не за рулем, ты очень быстро теряешь форму, и там, на определенный накат, да, потребуется время для того, чтобы добиться той же скорости. Ну, по крайней мере, если я сяду, формульный болид. Один из подопечных, Константин Терещенко, выступает в формуле Renault 2.0 уже второй год в европейском чемпионате и в итальянском чемпионате. И сейчас действительно показывает очень хорошую скорость. И я действительно, ну, там, со второй, грубо говоря, половины сезона этого года поехала действительно по-взрослому, что мне очень нравится. И мы смотрим вперед на будущее и на хорошие результаты. Все время хочу из вас вытащить вот это признание, что когда вдруг ездят и едут ваши пилоты, ваши подопечные, вы при себя думаете, ну, почему не я на этом месте? Или это уже не ваш уровень? Нет, ну, я не могу так думать относительно своих дядей-гонщиков, будем их так называть. Ну, дяди, они, конечно, условные. Сколько лет? 18-20? Константин 19, а Владимир, который едет в Renault Megane, ему 22 года. Ну, хорошо, молодые мужчины, юноши. Юноши, да. Нет, в этом плане у меня нет никаких таких скрытых претензий на их место, но на какие-то свои места хочется, хочется, естественно, хочется. Когда планируете вернуться? Вот в этом межсезонье уже раздумываете с кем-то пообщаться на эту тему? Я постоянно общаюсь, мы постоянно ищем какие-то варианты, какие-то варианты и спонсорской поддержки, и в командах. Посмотрим. Все упирается в деньги? Безусловно, потому что автоспорт достаточно дорогой вид спорта, да, и там, чтобы не поехать где-то там в каком-то классе GT интересном и в хорошей команде, да, это мы говорим о бюджетах там от 300 тысяч евро. В год, за сезон? Да, это как бы мало, достаточно мало. Это минимум? Ну, можно потратить и больше, да, но этого будет вполне достаточно, чтобы выигрывать чемпионаты, да, но объективно это достаточно хорошая сумма. Размениваться на более низкий класс уже не хочется? Где может быть дешевле чуточку? Нету такой возможности, то есть некуда податься за плюс... О том, куда еще податься Иван Самарин, поговорим буквально через пару минут. Доброе утро тем, кто сегодня вместе с нами. У нас программа, в которой мы пригласили человека, известного, наверное, миру автоспорта как пилот, но сейчас Иван Самарин занимается и тренерской работой. Можно говорить в автоспорте, что вы тренер или нужно говорить, что вы коуч? Это не принципиально. Не принципиально, а также занимается спортивным менеджментом. Вань, мы с вами в предыдущей части затронули ваши спортивные прошлые победы. Очень хочется, конечно, от вас спортивных будущих побед, но я так понимаю, что сейчас пока нет вот этой правильной команды с хорошей спонсорской поддержкой, с вашим уровнем езды. И вы, в общем, сосредоточились как раз на развитии таланта ваших подопечных. Вдруг откуда появились эти ребята? Почему именно с Терещенко и, по-моему, второй у вас, да, Лункин с ними заключили контракты? Вы считаете, что это те, которые парни, которые вдруг покажут хороший результат? Константин достаточно долгую карьеру провел в картинге, в российском и международном картинге. И когда пришло время переходить в формульные гонки, они обратились ко мне как раз за тем, чтобы я передал часть своего опыта и занимался карьерой Константина. Ввиду того, что были вы в формуле 2? Ну, наверное, это сыграло какую-то роль. Ну, вот, плюс у меня достаточно неплохая спортивная биография и опыт подтверден результатами в какой-то степени. Вот, поэтому мы начали сотрудничать и Константин достаточно стремительно растет, что всех удовлетворяет и меня в том числе. Поэтому все идет достаточно неплохо. Что касается Владимира, то у него спортивное прошлое чуть-чуть покороче. Он занимался немного картингом, потом участвовал в чемпионате довольно-таки любительского уровня на автомобиле Хауди Р8 в Европе. И прошлый год участвовал в чемпионате Формулы России, который здесь у нас проходит по почти всем российским трассам. Вот, именно оттуда из Формулы России мы с ним пересеклись и они также выразили заинтересованность, чтобы я занимался их спортивным будущим. Вот, что, вследствие чего мы, Владимир едет в мировой серии Рено в классе Меган Трофи. Вот, и прогрессирует от этапа к этапу, чему тоже мы довольны и смотрим, что делать на следующий год. Кому поручите больших побед и такого более звездного будущего? Или для вас все ученики равны? Вы за каждого боретесь? Как можно так говорить? Нет более любимого ребенка. Да, я смотрю на следующий год и надеюсь, что мне получится начать работать с еще одним молодым и весьма быстрым картингистом. Посмотрим. Может быть, это будет даже не один. Вань, скажите мне, пожалуйста, ну так, по большому счету, для того, чтобы быть правильным и успешным тренером, нужно быть со своими ребятами на каждом этапе. У вас один Терещенко ездит в одной серии, Лункин ездит в другой серии, в следующем году будет еще два пилота. Вас как, клонировать придется или вы будете пропускать какой-то этап с одним гонщиком ради участия с другим? Это вопрос, который регулярно встает в голове, прям как в точку. На данный момент получается быть везде-везде, поэтому я из самолета в самолет. И сегодня на эфир прилетел тоже в семь, нет, не в семь, в пять утра, по-моему, в Шереметьево, да, поэтому самолеты прямиком к вам. Хорошо, что он не остановился, не приземлился туда с поблизости от студии. Да, вот, поэтому пока успеваю и сейчас ищу человека, который у меня есть на примеси несколько людей, да, которые могут мне помогать и могут меня замещать, да. И главное в моей работе, это, грубо говоря, управление, правильные команды, правильные серии, правильные чемпионаты. Дальше скорость, которую я могу ребятам передать, да, до какой-то поры до времени может кто-то из моих подопечных, ну, в смысле, моих коллег помочь. Юных? Нет, не юных уже. Ну, сказал, умудренный просто уже, с едиными на висках, Иван. Вот во всем этом круговороте вашей тренерской карьеры у вас остается время для того, чтобы поддерживать свое мастерство. Я так понимаю, что все равно эта идея же так или иначе всплывает, и все равно вы обдумываете и ищете варианты. Да, вот он появляется, появляется хорошая команда. Они заинтересованы в гонщике Иване Самарине, кто-то дает прекрасные, нужные средства. Вы садитесь за руль болиды и понимаете, что вы просто эмоционально, физически, психологически уже выхлестнули себя в тренерстве. Или вы такой вариант не обдумываете? Вы готовы раз и спортивное мастерство продемонстрировать? Нет, безусловно, такой вариант у меня в голове даже не возникает. Сейчас в рамках спорт and safety мы также занимаемся с спортсменами-любителями. Благо сейчас у нас вокруг, ну, в Москве очень большая компания спортсменов-любителей, которые ездят, принимают участие в любительских чемпионатах на лучшее время круга, на почти всех тоже российских трассах. И мы их тоже тренируем. Я занимаюсь этим достаточно факультативно, мой напарник занимается этим в основном. И мне регулярно получается сесть за руль достаточно быстрых машин, кузовных машин, на достаточно хороших кольцевых трассах, которые у нас есть вокруг Москвы. А как вы скучаете, наверное, когда вы в самолете? Когда можно было бы эту трассу преодолеть, вот это расстояние на автомобиле, а вы вынуждены по воздуху лететь? Или нет такого? Дайте отдохнуть. Ну, я на самом деле, если говорить про долгие переезды, да, я люблю на машине путешествовать не раз. Особенно в 2009 году мы очень часто ездили из Москвы в Финляндию, Латвию, Эстонию. Там, по-моему, даже до Германии доезжали. Поэтому, ну, по гоночным всё причинам, и мне это всё очень нравится. Но я также очень люблю самолёты, гостиницы, вот эти переезды, жизнь с чемоданом. Мне вот это вот достаточно комфортно. Вы мне напоминаете героя одного анекдота, он старый-старый, когда рыбаки уже, спускаясь на берег после длительного похода, сказали, вот, я пойду, наконец, в кино. Другой собрался куда-то там на охоту, отрискал, господи, я, наконец, пойду отдыхать. А ты куда пойдёшь? А я пойду на рыбалку. Видимо, это ваш случай, когда вы, оттренировав, отъездив и приняв участие как тренер, вдруг садитесь за руль, понимаете, всё, я отдыхаю. Ну, что-то в этом роде, да. Также, если уж про отдых затронули, у меня никак не получается отдыхать где-то в одном месте больше трёх-четырёх дней. А овощной режим, это не для вас? Я просто устаю, да. То есть я, может быть, из-за того, что я постоянно путешествую и вижу разные страны, разные места, мне нет потребности там, чтобы куда-то скрыться, улететь, да, то есть я всё время где-то. Но устаю, если там спокойно на море больше трёх дней или в Москве больше месяца. А скажите мне, Вань, когда вы последний раз отдыхали? Это был... Ну, вот у меня уже было два дня на море в этом году. Да, вообще, просто сумасшедшая цифра. Просто два месяца на Мальдивах. Да, и будет ещё три дня в сентябре, ну, как раз после моего дня рождения. Там получится понедельник, вторник, среда в Италии, на юге в компании друзей. Хватит времени, три дня, чтобы отдохнуть и снова в бой? Да, у меня понедельник, вторник, среда на море, четверг уже в Венгрии. На этапе на каком-то своем гонщике. Да. А в воскресенье заканчивается предыдущий этап другого гонщика. И вы летите опять на самолёте к следующему гонщику? Что я могу сказать? Я желаю вам сил. Желаю вам, чтобы мне надоели самолёты. Мне это нравится, спасибо. Скажите мне, Вань, давайте вернёмся всё-таки к вашей карьере. Вот ваше участие в «Формуле-2», оно начиналось очень оптимистично. И вы заявляли какие-то высокие достаточно цели на сезон, но они вдруг не сложились. Они повлияли на ваше решение уйти из этой серии или что-то другое случилось? Ну, на самом деле, у нас был достаточно неплохой прогресс на протяжении всего сезона. Машина достаточно новая для меня была. Там было много вещей, с которыми приходилось учиться. Но дополнительных проблем не возникло, да, и прогресс был хороший. В конце сезона мы по результату очень хорошо отработали со всеми нашими спонсорами. по пиару и по медийной отдаче. Поэтому здесь проблем тоже не было. Проблема возникла буквально за две недели до старта следующего сезона, когда весь бюджет, который был предназначен для меня на 2011 год, отдали другому дяди-гонщику. Почему? Бизнес. Вы оказались нерентабельным для них проектом? Менее рентабельным, да. Вы знаете этого человека, кому ушел бюджет? Да, безусловно. Вы с ним здороваетесь? Периодически. Ну, предпочитаю делать вид, что я его не вижу. Нет, все более-менее в порядке, но есть какие-то человеческие претензии. Это был кто-то, с кем вы знакомы? Да, безусловно, конечно. Ну, нас не так много на этом уровне было, ребята, в то время. Сейчас больше? Нет, сейчас очень много юных гонщиков, талантов подходит к рубежу как раз больших формул. На пятки-то наступают вам. Да, да, и это хорошо. Вы не боитесь конкуренции? Ну, когда меня спрашивают, допустим, про Формулу-1 или про какую-то конкуренцию, еще чего-то, я совершенно честно говорю, что ездить быстрее и моложе. Зачем? Зачем я здесь нужен? Нет, ну, Формулу-1, насколько я знаю, там тест пилотом Сироткин даже в следующем сезоне начинает участие. Это вообще, конечно, достаточно интересные события, потому что действительно есть какие-то договоренности между Заубером и, по-моему, две или три инвестиционные компании, один НИИ российский, да, а спонсорство в размере, там, по-моему, 380 миллионов евро в сторону Заубера, но это как сотрудничество, потому что будут развивать машину. 380 миллионов, вы не ошиблись? Да, именно такая цифра сейчас фигурирует. Сейчас я нарисую себе 6 нулей и успокоюсь. Да, это достаточно много, и поэтому сразу после этого объявления меня в Европе тоже начали спрашивать, а кто этот менеджер и кто этот пилот? Вот, да, и как так получается? Нет, естественно, Сергей достаточно быстрый парень, достаточно молодой. Вы знакомы лично? Да, да, достаточно молодой. И, естественно, ему будет достойное место в команде, да, но то, что это такой объем финансирования, да, это, конечно, сильно поднимает цену для всех молодых русских пилотов в Европе. Но это скорее для вас плюс, насколько я понимаю, что нет? Нет, это для меня минус. То есть, работая с командами, я стараюсь всегда достать максимально хорошие условия для пилотов. Ну, то есть, низкие цены, низкие бюджеты в команде, да, и максимальное финансирование от спонсора. 380 миллионов у вас в кармане не запрятались? Нет, это вылетает чуть-чуть. Что у вас в кармане? Сейчас мы узнаем, буквально через пару минут. Доброе утро. Сегодня у нас в гостях чемпион России по автомобильному спорту, пилот, менеджер, человек, который занимается обучением талантов молодых, перспективных, Иван Самарин. Вань, мы с вами заговорили относительно ваших перспектив будущих, наверное, и всех российских формулей. Ну, я, наверное, задам этот вопрос. Вы себя там видите? В Формуле-1? Да. На данный момент нет, потому что надо трезво смотреть на вещи, да, и это действительно должно что-то очень неправильное в автоспорте произойти, да, чтобы я там оказался. Ну, смотрите, у нас есть, ну, худо-бедно, там был Петров, теперь Сироткин, у нас есть этап Гран-при России в Формуле-1. Мы, в общем, потихонечку там отвоевываем свое местечко-то в мире престижных автогонок. Вот почему бы не увеличить представительство России? Я понимаю, что там есть, безусловно, лидеры типа Фетеля и Райканина, которого безмерно люблю и уважаю, но наш-то не хуже. Дайте ему 380 миллионов, дайте ему возможность себя проявить, он проявит. Да, безусловно, но если говорить конкретно про меня, да, то почему я? Потому что мне 25 лет уже скоро исполняется, да, и плюс у меня есть перерыв. А 25 лет – это много? Это много, да, и у меня есть перерыв в 3 года непосредственного участия на формульных гонках. В то время, когда мои ровесники или даже ребята помладше меня, да, продолжали набираться опыта и продолжали готовиться к дебюту в Формуле-1. Поэтому я объективно здесь немного позади, но меня это не смущает. Не устраивает, нет? Абсолютно нет, потому что, ну как, ну это действительность, ее надо принять. Вот, есть абсолютно не менее интересные перспективы в гонках GT, и оттуда уже, чем черт не шутит, может быть и ДТМ. Поэтому все продолжается. И тем более я сейчас занимаюсь любимым делом, я все еще в спорте, и еще делаю академию водительского мастерства здесь. А скажите, мне есть кто-то из пилотов, из наших российских, которые действительно могли бы там, ну через какой-то период времени потягаться с лучшими из лучших? Да, безусловно. Сейчас, наверное, одним из лидеров российских пилотов в Европе является Даниил Квят. Тоже, мне кажется, картингист бывший, фамилия из картинга пришла. Да, он действительно гонял долго в картинге, потом гонял в европейском картинге, потом два года, по-моему, Формулы БМВ и два года Рено 2.0. И сейчас у него первый год в GP3, то есть он уже появляется на уикендах Формулы 1. Входит единственный русский, кто входит в программу поддержки Red Bull, и там едет достаточно неплохо. Смотрится весьма конкурентно среди прочей молодежи из Red Bull. Поэтому из русских он к Формуле 1, наверное, ближе всего. Ну, за исключением вот только-только появившихся слухов Сергея Сироткина. Пока это все еще никак не заработало, да, заобер все еще на грани банкротства даже. У них очень тяжелая финансовая ситуация, да. И сотрудничество еще не началось, да, но заявления уже были сделаны. Поэтому надо посмотреть, что будет из этого дальше. Вы порадуетесь, если он там окажется? Безусловно. Окажетесь или так как-то? Нет, безусловно. И Виталий Петров, когда был первый, скажем так, полноценный русский Формулы 1, да, очень сильно поднял автоспорт в нашей стране. Намного больше людей стало заинтересовано в этом. И со вторым, и с третьим гонщиком русским в Формуле 1 из Гран-при России. Интерес в автоспорте будет только подниматься. Это, естественно, на руку всем. По поводу финансов. Вот у нас в гостях был Данил Мовая. Он рассказал, что он сам ищет свои контракты и своих спонсоров. У вас та же самая история? У вас нет какой-то такой вот группы инициативной поддержки, которая бы занималась именно переговорами со спонсорами? У меня есть два моих менеджера, которые мне помогают. Но основную работу делаю я. Все равно вы? Да. А как нужно еще успеть в вашем плотном графике тренировок и всего-всего, чем заполнена ваша жизнь, еще и встречаться со спонсорами? Я это сейчас не очень часто для себя делаю. Я это в какой-то степени делаю для своих подопечных. Но поскольку давно в автоспорте, иногда в каких-то разговорах всплывает моя фамилия, меня куда-то приглашают, зовут, и мы обсуждаем какие-то темы. Для вас самое тяжелое из всего перечисленного, вернее, спрошу так, вам тяжело просить? Ну, я, наверное, самое тяжелое было в 2009 году, когда я обошел действительно очень много компаний, да, и чувствуешь себя немного таким человеком-бутербродом, да, что за студия «Загар» там 9 рублей в минуту или что-нибудь, вроде уроки плавания для взрослых. Ходишь и продаешь себя. Но это такая жизнь, да, нужно уметь себя хорошо продать, нужно объяснить потенциальному спонсору, почему это будет для него выгодно, да, почему он должен инвестировать, да, и что он с этого может получить. Легко люди соглашаются расставаться с какими-то суммами, пусть для них даже не самыми большими? Нет, тяжело, безусловно тяжело. Но вы же ходите в компании, которые так или иначе связаны с автоспортом, или вы ходите в любую, от какого-нибудь сахарного завода до компании, которая специализируется на производстве шин? Надо смотреть по отрасли, да, что может быть потенциально интересно. Безусловно, перед каждой встречей ты придумываешь определенный план развития там конкретно их бренда или какие у них есть дополнительные интересы, помимо развития бренда. Но даже если бюджет несущественен для компании, да, это все равно, мы говорим там, когда я ездил в Формуле 2 в 2009 году, да, я говорил о бюджете в районе полумиллиона евро. Все равно это приличные деньги. Ну да, еще это 2009 год, это уж сколько прошло, они еще более стали значимыми. Вероятно, вот. Поэтому с такими деньгами, естественно, никто просто не расстается на абстрактные какие-то, то, что дядя Ваня поедет там где-то, потому что это такое. Нет, здесь нужно объяснить, почему это может быть выгодно, действительно выгодно. Автоспорт, спонсорство, в автоспорте пиар, в автоспорте, тем более в России, это такая очень тонкая тема. Зыбкая, очень зыбкая. Ну, на самом деле, вот когда ты начинаешь глубоко изучать этот вопрос или встречаешься с ребятами, которые гоняются, и как-то в этом потоке находишься, понимаешь, что наши есть там, там, в европейских какие-то формулах, в GT-классе есть в формуле. А когда ты на поверхности, ну, в общем, наших-то и нету, их никто не видит, их никто не знает. Ну, есть там в каких-то сводках новостей, ну, самое вот минимальное количество сведений. И рекламы не хватает? Чего не хватает? На самом деле это... Показов, может быть, телевизионных. Чего не хватает? Это такой небольшой замкнутый круг, потому что нет денег в спорте, потому что мало, объективно мало пишут в СМИ, да, и мало появлений, да, СМИ не пишут, потому что нету общественного интереса, да, общественного интереса нет, опять же, может быть, потому что нету СМИ, да, никто не рассказывает. То есть тут получается некая такая замкнутая история, да, но первый шаг должен... Ну, не то, что первый шаг, а толчок должен кто-то сделать, да, и это сейчас происходит за счет строительства трассы, за счет Гран-при Сочи, за счет наших русских, там, в Формуле-1, да, за счет каких-то крупных спонсоров, таких как СМП Банк, который сейчас поддерживает целую дюжину, наверное, русских спортсменов. Да, это потихоньку расшатывается и наверняка потом ускорится в ближайшем будущем. Я прочитала в одном из интервью, что вы были как раз в Сочи на строительстве этой формульной трассы. Что увидели? Что там будет? Насколько она интересная? Насколько она сложная? Плюсы, минусы? Просто это то, чего мы так долго ждали, мы это получили, но вот пока результат-то нет, пощупать нечего, а хочется. Там, на самом деле, все достаточно здорово. Я плотно общаюсь с ребятами, которые непосредственно занимаются строительством, руководством строительства там в Сочи. Все идет достаточно неплохо. Да, есть много трудностей по согласованию между Генеральным промоутером и Российской Автомобильной Федерацией, и подачей заявки там о ФИА, но это все не более чем договорные трудности. Когда-нибудь они договорятся, и будет все хорошо. Оптимистичный Иван Самарин. А комплекс, на самом деле, строится достаточно грандиозный. Там уже на данный момент возведены здания боксов, питбилдинг, возведены здания команд, по-моему, медицинский центр, бродкаст-центр уже стоят, и достаточно большие, красивые, а сама трасса будет удовлетворять всем последним требованиям Бернии, Калстона и Формулы-1. Вот, конфигурация достаточно интересная. И плюс, это городской автодром, то есть он построен по стандартам городского автодрома. То есть справа бетон, слева бетон. Есть чем-то сравнить, я не знаю, там Гран-при Монако примерно по той же трассе, например, проходит. Нет? Монако весьма уникально, ее сложно вообще с чем-то сравнить. Можно, наверное, будет сравнить с каким-нибудь Сингапуром, плюс-минус. Вот. Но интересно, должно быть интересно и здорово. Ну, смотрите, у нас, собственно, до момента проведения этого этапа остается совсем немного времени. Год. 19 октября, только 14 или 15? 14. 14. Ну, получается, ну, грубо говоря, полтора года. Но, учитывая, что это все-таки должна быть трасса экстракласса мирового уровня, хватит ли времени, коли вы общаетесь с теми ребятами, которые там строят? Насколько я знаю, они идут сейчас, по-моему, две недели. До графика. Ну, в смысле, не перед графиком, а наоборот. Опаздывают или опережают? Отстают. Отстают, да, от графика. Но полны силы и уверенности в следующий срок. А не хотите поехать туда, пробовать эту трассу? Вам не появится такая возможность, не выпадет? Я думаю и надеюсь, что, скорее всего, появится. В качестве просто, скажем так, личной инициативы или уже, может быть... Нет, не Формула-1, да. Ну, нет, не Формула-1, но в каком-то классе там будет. В каком-то классе, скорее всего, что-то будет как-то где-то. Я уже в прошлом и позапрошлом году принимал участие в Формуле Сочи. Это такой ежегодный фестиваль скорости, который проводится Бавария-Москва-Сити-Рейсинг, только в Сочи. В качестве пилота мы делали демонстрационные заезды и общались с руководством края. То есть посмотрим. А на Москва-Сити-Рейсинг принимали участие? Да, тоже два года принимал. Как ощущения, когда ты едешь по центральным улицам Москвы перекрытым ради только вас? Это очень здорово, на самом деле, когда выезжаешь с набережной на Маховую и видишь очень много людей и действительно сквозь шлем слышно как живых людей. Это очень вдохновляет и очень заряжает хорошими эмоциями. А вот кто-то из ваших подопечных или Терещенко, или Лункин такого еще не удостоились? Терещенко и Лункин выступали в прошлом году на Сити-Рейсинге, не Сити-Рейсинге, а Формула Сочи в Сочи. То есть вы успеваете не только себя каким-то образом подбодрить и дать почувствовать себя опытным пилотом, но и ребятам такой мастер-класс и возможность. Это важно. Важно чувствовать, что ты не просто так этим занимаешься, есть поклонники, есть люди, которые хотят, чтобы ты этим хорошо занимался. Ну, важно чувствовать поддержку, наверное, так в любом спорте. Возвращаемся к вашим сейчас менеджерским обязанностям. Понятное дело, что автоспорт это не только пилоты и менеджеры, это еще и инженеры, люди, которые следят и отвечают вообще головой за машину. У вас своя инженерная группа или вы меняете каждый раз людей? Как это происходит? Нет. В гонках есть команда, которая занимается подготовкой машин, и есть отдельный менеджер, грубо говоря, с пилотами, или пилот напрямую взаимодействует с командой. В моем случае я выбираю команду, в которой мы будем участвовать в следующем году, исходя из большого ряда факторов, и пилот со мной работает вместе с командой. То есть в команде уже есть свои специалисты, инженеры и механики, и руководители команды. Нареканий не было по работе инженеров? Потому что автоспорт это половина на половину, половина пилот, половина машина. Не мне вам рассказывать. Нет, нареканий не было, потому что мы точно уверены до подписания контракта с командой, что все будет хорошо, кто именно будет заниматься автомобилем, и кто именно будет заниматься пилотом. Поэтому здесь пока все идет хорошо. Ну, я надеюсь, что в следующем сезоне вы уже нашли ту команду, которая будет обслуживать ваши авто. Мое? Нет, не мое, ваших ребят. Для подопечных. Ваших молодых юных гонщиков. Да, для подопечных. Я сейчас в переговоре, на стадии переговоров с несколькими командами, что для одного, что для другого. Я желаю вам выбрать лучшего. Мы вернемся с Иваном к разговору через пару минут. Совсем немного времени у нас остается. В гостях человек, которого сложно застать в Москве, и который абсолютно не любит сидеть на одном месте, Иван Самарин, чемпион многократной России по автомобильному спорту. Он ныне менеджер и человек, который занимается коучингом. Я вот еще вам хочу добавить один статус. Вы ведь еще и комментатор. Насколько я знаю, у вас был опыт комментирования как раз соревнований по автоспорту. Вот расскажите, что где когда, что комментировали. Нет ли у вас еще желания и немножечко времени, например, 25-го часа в сутках, чтобы еще и профессионально заняться продвижением? Я, когда ездил в Формуле-2 и год до этого, я комментировал в Формуле-2 на телеканале Автоплюс. Точнее, нет, год после этого, да, или до этого, я не помню. Ну, в общем, был опыт, это не важно, не принципиально. Да, два года комментировал в Формуле-2 на Автоплюс. Нравилось и интересно, здорово. Это, естественно, был не прямой эфир, а запись. Вот, и приходилось проговаривать там по три часа в кабине за раз, да, поэтому к концу уже голос немного сиплый, глаза немного квадратные. Вот, ну, интересно, мне кажется, что получалось достаточно неплохо, потому что мне есть что рассказать с технической точки зрения, изнутри какие-то там новости, да, то, что обычно недоступно зрителю со стороны. Хотите повторить? Ну, было бы интересно. Составить конкуренцию Алексею Попову? Нет, с Лешей мы хорошо общаемся, и он хороший специалист своего дела, да, но давным-давно в королевских гонках и очень много чего знает, но так что-нибудь покомментировать, может быть. Мне вот радио в последнее время нравится. Я поняла ваш намек, жаль, что нас не показывают автогонки. К сожалению, пока нам это недоступно. Вань, ну, в следующем сезоне, я так понимаю, что у вас все те же планы. Ваших ребят продолжать тренировать, найти себе команду, заняться, не знаю, собственным спортивным совершенствованием. У вас-то, собственно, какие-то приоритетные цели всего этого есть, или вы по ходу возникновения необходимых задач будете их решать? Как это происходит? У меня есть определенные обязательства перед своими подопечными, вот. И есть определенные там перспективы для себя, да. То есть надо стараться совмещать, и когда разговор будет более конкретный, там расставлять приоритеты. И, вероятно, там придется какие-то жесткие решения принимать. Но, естественно, не хочется, посмотрим. От чего хотелось бы отказаться в меньшей степени? Что душ-то греет более чем? Ну, мне очень приятно работать в качестве менеджера-тренера, и, естественно, за руль хочется, поэтому, не знаю, сложно сказать. А вот эта вот новая, как мне кажется, для нашего автоспорта профессия, менеджер, она ведь, с одной стороны, сложная, потому что тут поле непаханное, а с другой стороны, вы можете устанавливать свои правила игры, потому что вы один из очень немногих. Ну, мы чуть-чуть воюем и конкурируем с теми остальными немногими, которые есть. А сколько вас вообще, вот так скажем, на этом рынке менеджеров автоспорта? Немного же. Ну, я думаю, что в России человек 5-6 менеджеров автоспортивных. Угу. И у вас все равно происходят такие мелкие стычки-драчки за... Ну, просто хорошие гонщики, они как хорошие девушки очень быстро расходятся. За ними нужно ухаживать, цветочки им дарить. Вот. А все хотят быстрого, хорошего, и чтобы выигрывал. Ну, и гонщики этого, естественно, хотят. Да. Тут нужен правильный симбиоз, и нужна правильно выстроенная программа, и правильно сделанная работа. А вы где-то кого-то ищете? Вот приехали, например, на какой-нибудь этап, я не знаю, картинг чемпионата, я не знаю, в Мячиково, и вдруг увидели прекрасный парень, большие перспективы. Или вам уже приходят люди, которые знают, чего они хотят, знают, кто вы такой, и предлагают сотрудничество? Я слежу за результатами, общаюсь в компании и периодически кого-то навещаю. Ну, что-то мне кажется, что у вас все-таки больше лежит душа к менеджменту. Мне кажется, у вас так это вот получается пока, и вам это интересно. Это интересно, нравится, посмотрим. А главное, чтобы ты еще приносила денежные какие-то дивиденды. Ну, для этого нужны результаты хорошие. Вы ждете хороших результатов ваших ребят? Безусловно, да. Какие задачи им ставите на следующий сезон, и Терещенко, и Лункина? И вот тем двум, про которых вы говорили в самом начале программы, фамилию про которых? Это пока еще вилами на воде. Давайте тогда остановимся на тех, которые вот живые, пощупать можно. Константин должен до конца этого года завоевать несколько подиумов в оставшихся, по-моему, трех гонках у нас в чемпионате. То есть это вполне ему по силам, и будет хорошим завершением этого сезона. Тогда в следующем году мы... Ну, пока я не могу озвучить ни серию, где мы поедем, ни команду, с которой мы поедем. Но хотите просто перейти классом повыше. Да, это скорее всего точно будет классом повыше. Тут еще есть несколько вещей, которые надо утрясти, да. Но мне бы очень не хотелось оставаться на третий год в той же Renault 2.0 или где-то на этом же уровне. Да, надо точно смотреть вперед. Вот, и надеюсь, если сделать все правильно, то сразу пойдет хороший результат уже в более высокой категории. Для Владимира это первый год в европейском автоспорте. Первый год на такой мощной и быстрой машине, как Renault Megane. У него достаточно неплохо получается для своего опыта, и он продолжает набирать опыт. Я надеюсь, что ближе к концу сезона у нас получится забраться на подиум. Должно быть так. Посмотрим, если все правильно сделаем, да. А у него уже были подиумы в этом сезоне? Нет. У Лонкина нет? Нет еще, да. Вкус шампанского не ощущал? Пока мы боремся в районе 5-го, 6-го, 7-го мест. Но прогрессируем, смотрим. По следующему году тоже. Пока определяемся, работаем. Есть слухи о том, что серии Renault Megane не будет в следующем году, поэтому... Почему так? А что случилось? Ну, насколько я знаю, у Renault возникли некоторые проблемы с омалогацией шасси на следующий год, потому что эти машины уже эксплуатируются с, по-моему, с первого года чемпионата. Это, по-моему, 2007, что ли, год. И сейчас как раз подходит период, когда нужно выпускать новые шасси, а Renault не слишком сильно с этим торопятся и могут возникнуть какие-то проблемы. Поэтому сейчас для Владимира было бы неплохо продолжить второй год в Megane уже, чтобы закрепить опыт и добиться результата хорошего. Но сейчас, может быть, сложится так, что нужно будет искать какой-то альтернативный вариант в гору для этого собраться и еще больше работать. А вы со своими подопечными работаете каким образом? Старшего наставника, друга или все-таки действительно тренера, который где-то похвалит, где-то... Ну, в общем, и подзатыльник, если надо, отвесит. Я такой человек, наверное, сам по себе, что редко хвалю, а если... Да ладно. Если хвалю, то, значит, что действительно что-то хорошо. Хорошо. Поэтому я... Вы строг? Ну, как строг. Я, может быть, объективен. Ага, объективен. Ну, ребята, я так понимаю, что, в общем, вполне адекватно относятся. Если бы им не нравился ваш стиль с ними общения, то уже бы, наверное, где-то в другом месте искали себе менеджера. Ну, мы же результат добиваемся, мы же лучше едем постоянно, поэтому где здесь жаловаться, да? То есть я же не обоснованно ругаюсь или ругаюсь. Вы все время говорите «мы». Это значит, что... Мы в смысле я и подопечный. Нет, я поняла. Это значит, что их победа – это ваши победы, их поражение – это ваше поражение. Ну, безусловно, в какой-то степени я чувствую тоже ответственность на себе. Я знаю, что у вас еще, конечно, вы об этом тоже говорили, есть школа безопасного вождения для простого смертного Петра Ивановича Иванова. Возможность прийти, существует ли вашу школу, и получить от вас мастер-класс? От меня конкретно это надо меня поймать. Это очень сложно. Ловите в аэропорту Шереметьево-Домодедово-Внуково. Так у нас в Академии работают мастера спорта, все ребята по автоспорту, и можно записаться и потренироваться. Мы занимаемся обучением как... Обычно мы не подготавливаем людей для сдачи прав или экзамена ПДД, вот эти все дела. Мы уже непосредственно работаем с теми, кто умеет водить автомобили, но учим им правильно управлять и правильно пользоваться. Поэтому можно позвонить, записаться и постараться с нами вместе чему-то научиться. У нас остается две минуты, мы наконец дошли до самого главного вопроса. Ваша любовь к автоспорту, она откуда? Обычно с этого все начинают, мы к финалу теперь уже добрались. Ну, на самом деле, когда я только появился... У меня отец был в картинге, в кружке пионеров, они сами строили карты, гоняли на них. Поэтому как только я появился, у меня была куча автоспортивных историй. У вас не было выбора? Нет, у меня выбор всегда был, и выбор делал я. Потом мы поехали отдыхать с семьей, и там я увидел прокатный картинг в Европе. Тогда я в России еще и в Москве этого не так развито было. Понравилось, переехал в Москву, тряс там родителей, отдайте меня заниматься картингом. Меня отдали в зиму, всю зиму я проходил на хоккейной коробке на прокатном картинге. Там что-то позанимался в группе, там это... Мне безумно нравилось, но родители рассчитывали, что мне это не понравилось. Вот. Не оправдал. Да, со следующего года, с 98-го, начались уже профессиональные занятия картингом, и результат как-то пошел достаточно быстро, поэтому... Пришлось смириться. Пришлось смириться, и пришлось радоваться результатам. Ваш папа одобрил ваш выбор, так похлопал втайне от мам, сказал, молодец сынок. Правильно, мужское дело и выбрал. Нет, родители всегда поддерживали и всегда забыли. За вас болеют сейчас, и как за менеджера? Я понимаю, что пилот сейчас это не про вас, но тем не менее. Мама мне регулярно звонит, она смотрит, интересуется успехами моих подопечных, звонит, спрашивает чего как. Она же тоже в спорте, в гонках больше понимает, чем, грубо говоря, обычная мама. Естественно, я думаю, что она вам расскажет, кто как проехал, по какое время лучше было на этом круге, и у кого вообще был лучший результат. Ну, как-то так и происходит, да. Вам повезло с родителями. Один вопрос на 30 секунд, он ответ. Вы никогда не пожалели о своем сделанном выборе? Нет, конечно. Еще много выборов будет. Но вы сделали автоспорт делом своей жизни. Вы вряд ли себя уже представляете, несмотря на биографию, каким-нибудь веб-программистом или айтишником. Посмотрим. Не, ну этим, конечно, мне не очень интересно заниматься сейчас. Однако у вас есть биографии такие. Есть такое. Да, я все посмотрела, все про вас узнала. Но я желаю вам успехов, конечно, на выбранном поприще. Мне очень хотелось бы, чтобы в следующий раз мы с вами встретились и как с менеджером, и как уже с действующим пилотом, чтобы у вас был этот контракт. И желаю вам 380 миллионов долларов. Спасибо. Иван Самарин у нас в гостях был. До встречи. И по-прежнему болеем за наших, за вас в первую очередь. Спасибо. Всего доброго. До свидания.